Деньги Мы деньги используем в качестве двух ипостасей. Первое, мы, благодаря их, меняемся товарам. Например, я беру и произвожу табуретки. Я продаю их за деньги, а деньги покупаю себе поесть. Это первая функция денег. Вторая функция денег, она состоит в том, что эти деньги мы можем копить. Взяли дубло на золотые и накопили на себе на старость, а потом тихонечко тратим. Обратите внимание, что эти две функции совершенно не обязательно совпадают. Мы привыкли, что это так, но на самом деле это не так. Поэтому в свое время один немецкий купец, оказавшийся в разгаре кризиса 90-х годов в Аргентине, понял, что с деньгами происходит что-то не так. Что денег очень не хватает тогда, когда они нужны. И денег очень много становится тогда, когда они не нужны. Все начинают сбрасывать деньги, покупать на них товар. Цены взлетают от небес и так далее. В долгий момент, когда деньги чего-то стоят, весь народ вместо того, чтобы давать их обращение, начинает их тихонечко копить. И денег нет. Если мы такую ситуацию вспомним, значит, с вами, то подобную ситуацию мы все проживали в 90-х годах. Просто не все заметили. Помните эту экономику взаимозачетов. Когда наивное гайдаровское правительство думало, что инфляция бывает от того, что денег много. Она эти деньги зажимала. Денег не хватало. И народ не мог им ничего продать. Как они делали? Они меняли вагон угля на вагон чего-нибудь там. В тонических опилах. По цепочке. По цепочке. По цепочке. По цепочке. Такой переходил. По договору. Привез тупки платежей. А потом кто-то говорил. Ты мне пошлешь погон угля. Остальное тебя, скажем, трубами отгружу. Но при этом один процент деньгами. И он за этот процент деньгами их его посылал. У меня знакомые на этом делают в свое время небольшое состояние. Они взаимозачеты через Волхутинские энергетиков. Меняли, 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 меняли. В конце концов получали бумагу туалетную. От цепковского деревообогатого еще комбината. Ее продавали за деньги. И были по тем временам очень богатыми и успешными людьми. Но мы видим здесь такую странную вещь. Мы видим, что денег часто не может не хватать. И мы видим, что эти деньги у нас... Иногда не хватает его напрямую, как это происходило у нас в ситуации вот этих взаимозачетов в экономике 90-х годов. Согласитесь, что подобный путь, когда не хватало денег, это был прямой способ ее деградации. Действительно, у нас считается, что промышленность упала на 75%. А происходило простого монетарного фактора. В экономике не было просто денег. Невозможно было эти деньги делать. Поэтому Государь предложил такие деньги. Деньги, из которых искусственно убрана функция накопления. А только функция на обмен. А как это происходит? Потому что они приставляют из себя такую бумажку, на которую наклеиваются марки. Каждую среду наклеиваются марки, и бумажка становится на 4% дешевле. Представляете, да? Таким образом копить ее не имеет никакого смысла. Ты ее получил, и тут же ей расплатился. Но так же механизм инфляции работает. А вот это не инфляция. А вот это получается не инфляция. Это получается вот такой налог на деньги. Я вот тоже это предлагаю обсудить. Мне представляется, что это не инфляционный механизм. Деньги уподобили товару, который усыхает, гниет. Да. Они даже слово такое придумали. Деми Редж. Они называют эту процедуру Деми Реджем. По аналогии с простой вагоном. Когда ты загрузил какой-то товар, и вагон держишь у себя. Не переводишь ничего, а держишь товар на вагоне. Деми Редж называется она. Ты должен заплатить людям за простой этого вагона. Так вот здесь платишь за простой эти деньги. Вот. В этом стоит суть денег Сильвия Гиззяя. Вот он такие вот деньги придумал. Было проведено несколько экспериментов таких. Первый эксперимент был произведен в небольшом австрийском городке, в котором охваченным кризисом. У них местный муниципалитет выпустил как раз такие марки. И начал этими марками спокойно иронно расплачиваться. Они начали фонтировать дороги, у них безработица. Упал он 25 процентов, это в разгар кризиса. У них начал самый мощнейший экономический рост. Другие австрийские деревушки и города тоже захотели ввести себе такие деньги. Но центральный банк запретил. Зачем центральному банку такие деньги? И подал в суд, и эти деньги были искусственно запрещены к обороту. Очень интересно, что подобного рода деньги они везде являлись. Оказывается, были так называемый учетный чек во времена НЭПа и Сталинской России. Очень похоже, что такие деньги, так называемый трудодник колхозников. Они тоже на это очень сильно напоминали. Трудодник колхозников, когда с людьми им отдавали трудодни, а на эти трудодни они могли бы получить товар натуры. Представляете, да? То есть внутри каждого колхоза или совхоза работали собственные деньги. Вот недавно была передача где-то по Перми. Люди тоже ввели такие деньги. У них не было какое-то мощное подсобное хозяйство, а денег у покупателей нет. Тогда они выпустили такие деньги. Люди, например, смонтировали дорогу, покрывали коровник, еще чего-либо делали за эти деньги. А потом они эти деньги несли в этот же магазин и с ними расплачивались молоком, яйцами и чего-то еще. Вы представляете, здесь одна простая функция обмена. Одна простая функция обмена. Ничего другого здесь нету. Их деньги невозможно копить, потому что они уценивались каждый раз. Все уменьшались. То есть ты должен был, как в истории этого австрийского городка, тогда вот этот марк, например, с каждую среду, и понедельник, вторник и первую часть среды происходил бум. Наук быстро оттоваривался со всеми вот этими вещами. Это очень и очень интересно. Тогда у тебя все эти деньги расходуются. Ты имеешь некий дополнительный государственный налог, который может заменить возможности остальные налоги. Да? Потому что земли усыхают. Меня вот в этом вопросе, вот жалко сказать, что нету, очень интересует вопрос по поводу наших яморок, яморок российских, середины, скажем так, 17 века, вот, которые под Ярославной проходили. У них как торговля состояла. Ты должен был все продавать и обменивать там только за серебряные рубли. А серебряные рубли, они там же и чекались. И 10 процентов серебра всякий раз занимала себя за чеканку. У меня к этому вопрос. А на следующий год ты мог проехать с этими серебряными рублями? Или здесь были аналоги зельюских денег, и их снова перечеканивали? Перечеканивали. Перечеканивали. Еще 10 процентов брали, да? Я твердо знаю, что в Европе это была очень распространенная вещь такая, что, например, в некоторых германских княжествах раз в 6 лет деньги перечеканивали. Из этого брали там 4 или 5 процентов налога. Ну вот, а смотрите, какая оказывается здесь принципиально другая вещь. Ведь в нынешних книгах есть нечто мистическое. Мы же понимаем, что это никакой не товар, это бумажки и счеты на компьютерах. Но мы относимся к ним как к товару, как к золоту вот этому самому. Мы полагаем, что это товар, который обладает собственной стоимостью. и будет нанесен farklı. Ведь Вова просил хоть капельку философии сегодня. Вот капелька философии в этом состоит как в том, что я не понимаю как это может быть. Как современные деньги могут являться деньгами, некой сущностью, которая обладает товаром. Ведь понятно, что когда все обменивайтесь благодаря золоту посредством золота, то тогда у тебя золото, безуслов地, удивлялось товаром. Когда обмениваны благодаря зёрным кофе. Кофе являлась безусловно товаром. Мы его обмениваемся, но непременно и делалось товар. Нынешние деньги... И что мы ответили, договорились? Договорились. Но мы же сейчас начинаем думать, что... Обратите внимание, что нынешние деньги не то что товар, а не супертовар. Почему? А они не гниют, а они не портятся. Их можно переносить, их можно положить в банк, их можно легко обменять на все что угодно. Ведь любой мелкий предприниматель скажет, что в нашей рыночной экономике тот, кто с деньгами, тот господин, тот, кто с товаром, тот подчиненный был, так скажет. Любой, любой вот это. Ну, принимай это, безусловно. Вот это вот такая... И не где-то власть просто. Ты в любой момент используете, чтобы... Чистая власть. Это не просто товар, но это супертовар. Я еще тоже хочу заметить историческую реманку. Бывала ситуация, что золота не хватает. Почему началась революция промышленная в Англии? Ну, потому что тот-то этот, думал, четвертый это хватило. Я думаю, что такие попытки промышленной революции, они существовали, но в Сапаре два фактора. На рынке появилось много золота, награбленных из Нового Света. У нас появились наполненные деньги в дополнительном обращении. И это подстегнуло революцию просто. Иначе бы она заглохла, как у нас произвращивалась взаимозачета. Мы пытаемся что-то произвести, продать. А денег-то в стране нет. Экономики-то нет. Они где-то там в Москве болтаются в небольшом количестве. А все остальное на бартере сидит, под оговором, с первой уступкой. Точно так же революция конца 19-го составляющего человека. Почему? А потому что золото от Аляски пошло. Калифорния, Аляска. Вот та золотая лихорадка, она одновременно обеспечила эту ситуацию. И в связи с подобного рода вещью, можно вот этим странным характером современных денег, когда они являются неким идеальным супертоваром, когда любому человеку достаточно их посмотреть, понять, что это не так. Только договорились. Только договорились, что они такие. Более того, эти деньги кто-то изготавливает. По традиции считается, что эти деньги изготавливаются группой от частных лиц. Кто за лица частные? Почему? Ну, это официально. Федеральная резервная система – это частный банк, принадлежащий частным людям, каким-то банкирам. Две попытки от них отказаться. Первая – это напечатать особые двухцветные доллары про Линкольн. Закончилось убийством Линкольна. Попытка печатать доллары казначейством США. Закончилось убийством Кеннеди. Это, может быть, совпало, конечно, но как-то вот такая странная связь между ними существует. Вот. И встает всегда вот этот вопрос. Если это, в этом семинаре я обращаюсь вот с этой просьбой, потому что я не могу это решить. Чем вот такие странные наши деньги, которые являются супертоварами одновременно, средства накопления, сбережения, и всем и чем-то, почему они могут существовать? Чем они эффективно гизерерские денег? Ведь гизерер тоже позволяет копить. Но копишь ты тем способом, что покупаешь акции предприятий. Снежишься с владельцем Газпрома, банком, что-либо еще. Но ты их не держишь просто у себя на счету. Это невозможно. Мне кажется, что получаются эти гизерерские деньги, они не дают тебе власти. А наши деньги не дают. Конечно, не дают. Они дают тебе власти. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя власти. Да, да, конечно. Вот принципиально. Гизерерские деньги не дают тебе власти, потому что они все время усыхают, и все, что ты можешь, это быстренько поработать, и быстренько себе десятки денег покупать. И сейчас надо говорить о том, что главная функция наших денег – это концентрация власти. Ну, конечно. Это даже очень понятно почему. Потому что если ты выпускаешь некий товар, деньги, и у тебя даже маленький процент, 2-3%, а экономика, допустим, у тебя не растет, это означает, что 2-3% каждый год. Ты с этой экономики снимаешь себе в карман. И поздно, рано. Ты концентрируешь деньги и ты у себя. Но поскольку это быть не может, это ввязано определенного рода кризисами. Я хочу рассказать, что вот такие попытки делаются. Я когда был на знании о реакторе, года 3 назад в котлах, группа людей рассказывала, по-моему, они варили, ЖКХ делали такую ситуацию. Они ввели такой же учетный чек, который пропускали вот по всей этой цепочке. И в нем вот эта функция, вот это сбережение было сделано. Вот такой учетный чек, и сталинские вот эти трудодни, которые в рамках колхоза были деньгами. Это вот такие, вот такие вещи. Но, понимаешь, они способствуют концентрации власти. Но почему это возможно? Почему деньги становятся вот этим супертоваром? Как стоимость полностью отвлекается от стоимости предмета и концентрируется в каком-то товаре, который стоимостью не является? Не понимаю. Понимаете, что это? И вопрос у меня опять к людям совсем. Почему газелевские деньги поиграли в соревнованиях? Деньгам обычно. Они работают только локально. Мне два момента. Оба примера с золотыми лихорадками могут существовать только тогда, когда вокруг нет золота. То есть именно концентрация дает прорыв. Поэтому любое решение проблемы, оно всегда локально. И когда распространяешь его глобально, то дело доходит до кризиса. И оно не работает. Также эти деньги, они в деревне будут работать, а за пределами, во всей стране везде, а все в мире. А почему нет? Есть второй момент, который более существенен. Есть же деньги еще не только для обмена товаров, а предприятия должны работать. Должно работать предприятие. Там должно быть накопление. Вот там-то должно быть накопление. Для того, чтобы мне купить оборудование, станок, я же должен накопить, а не бежать каждую среду покупать по гайке. Это так. Вот, поэтому все-таки приоритет в данном случае экономический, глобально экономический. Могу я копить эту стоимость физическим способом. Например, много-много стали. Взял у себя, накопил, в складе много-много стали. Короче, надо продать. Ну, во-первых, риск. Да, продаж, не продаж. А потом... Потом тратить деньги на хранение. У тебя деньги лежат, а ты не платишь за хранение. Да даже прибыль еще, получается, в банке держишь. Поэтому, это механизм. То есть, скажем так, механизм плохой, но плохой иначе может быть. Я не представляю. Можно придумать какие-то такие... То есть, топическая идея, что сейчас мы придумаем такие деньги, что у нас не будет кризиса. Всем будет хорошо. Да. Я хочу сказать, что ведь есть же странные, очень странные, например, Бразилия. У них в каждом штате существует своя ливиденица какая-то денежная. Я хочу заметить, что в настоящий момент в волном светом рассвели эти игровые деньги. Ты играешь в какой-то игре? В сферу, там, Starcraft, Warcraft. Ну да, в интернете там свои. Ты свою эту штуку. Ты тратишь время, и там эти деньги появляются. Ты можешь их менять на что угодно. Есть, например, мили-эрофлота. Это же тоже в известном смысле какие-то деньги. Сейчас я забыл, как называется движение по всему миру. В Америке у нас уже, когда некие локальные деревни, может, там, поселок, все, без денег обмениваются услугами. То есть за зачетом услуг. Я тебе подстрелил, я тебе выкопал канаву, ты мне все, и вот они запись делают. Да, да. И это тайминг называется. Да, да, тайминг. По время. По время. Учет идёт по времени. Я поэтому и говорю, что очень похоже на статистику и трудодень. Ну, это трудодень, да. По сути, это тайминский трудодень. Тайминг. Только отличается в худшую сторону от трудодня, потому что трудодень, он всё-таки подразумевает одинаковую квалификацию всех сельчан, ну, практически, особенно не механизированный сельчан. И что я копал канаву, что я жил за блогом, что я доил калаву, практически одинаково. А вот тайминг современный, я буду лечить тебя или кран чинить. Я за пять минут тебя вылечил. Ну, немножко. С таймингом остался вон сельхоз. На Украине во время сельхозотряда. Там тоже они трудоднями расплачивались. Каждый час трудодня стоило сколько-то персиков от товарки. То есть, это... Когда тайминг к услуге, там есть самая большая проблема. Как соотнести услуги, скажем, высококвалифицированные и низкоквалифицированные. А вот это уже здесь на зато. Меня там больше интересует в этом философская проблема. Каким образом стоимость может выступать в качестве некоторого свободного товара? Только некого товара. Я понимаю, золото может в качестве кофе выступать, сталь. А почему вот эта возможная эта ситуация, когда ты держишь вот эти бумажные риски или записи на нулях в качестве отдельного товара? И, скажем, если деньги то возможны, так и за риски. Отложенная стоимость. То есть, это какая-то потенциальная возможность как энергия, да? Как она удерживается? Как она удерживается? Как понятие удерживается, по-твоему, понятие. Тоже же понятие это нечто такое, что вроде и к реальности относится, непонятно к чему. Мы же его удерживаем. Ну, понятно, что понятие, она тоже подстегивает к трате денег, потому что у нас есть инфляция, причем общемировая инфляция. Проблема здесь не должна... Я там постоянно подстегиваю. Ты не можешь удержаться в деньгах. Там проблема она состоит, что ты в рамках, например, твоего городского поселка или вот этого пермского поселка ты оказываешься таким образом, что у тебя есть товар, у тебя есть потребность что-то что-то сделали, а посредника, который позволяет это обменять на долгого, нету. Ты искусственно бросаешь туда посредника вот этого искусственно выбрасываешь, но таким образом, чтобы его нельзя было копить. И искусственно посредника выбрасываешь и у тебя все завертелось. Этот поселок посредством зажил. Так, а почему это? Там есть другая фонаментальная проблема. Как ты с этого будешь брать налоги, например? Ведь непонятность у тебя внутренние деньги, что-то у тебя там меняется. Тебе-то, как государству что перепадет? Натурой будешь брать с них? Нет, в любом случае аккумуляция денег должна быть банковская, потому что без нее промышленность не может. Там ни налогов, ни актуальность никакой не может. У меня-то есть интуиция, что каким-то образом ты же точно так же налоги по деньгам можешь взять под текущий регулятор под имеющийся запас товара и просто под... Ну ты посмотри, как получается. Одно дело я оперирую цифрами и суммами, а другое дело я должен каким-то образом соотнести различную кучу товаров. Как я могу соотнести это? Для этого деньги существуют, чтобы есть некий эквивалент, а товар у меня сто тонн металла. И как? Я хочу сказать, что и в современной экономике по большому счету, когда предприятие думает модернизироваться, еще закупать, никаких денег у него нет, конечно. А куплю в банк? Да, оно берет кредит у банка, по сути. Банк ему выдает кредит и эта ситуация с газетовскими деньгами в этом смысле не должна ничем отличаться. А как там? Там отличается, банк не будет давать деньги, ему какой смысл-то попадать? Потому что и банка не будет, наверное. Конечно. А банка не будет? Банка не будет. Это получается, что невозможно будет аккумулировать деньги для того, чтобы это большое дело. Получается чисто казачейская система. Да дело не в этом. Ничего большого сделать будет нельзя, потому что не накопить. Будет все только действительно мелкие какие-то транзакции. Государственные большие проекты тоже нужны. Мелкие транзакции. А как государство постоянно может подать деньги просто и имитировать постоянно? А на самом деле ты фетишизируешь деньги точно так же, как когда они накапливаются, да, являются средствами накопления, как и сейчас. Ты почему-то думаешь, что вся проблема в деньгах. Проблема-то не в деньгах. Как будут деньги такие или другие? Я тоже думал, что экономика сама по себе и деньги это так. Средства обмена. Оказывается, проблема в деньгах очень часто. Да, просто есть способ стимулирования спроса. Это форма проявления проблемы. А не сама проблема. Так тоже способ стимулируешь. Фактически ты вынуждаешь людей покупать, даже если им это не нужно. Потому что они и дальше потеряют свои накопления. Но это фактически это стимулирование. Насильственное стимулирование если у нас группа и адаминных кредитов печатать деньги, которые все остальные люди будут принимать за высшую сущность, то это не может. Что есть высшую сущность? Просто средственную коммуникацию. Объективную. Смотри, любое средство накопления сроков в режиме. Ты же считаешь, что доллар это объективная сущность? Есть же специальные течения, которые у нас, которые наши власти говорят, что они действительно как бы верят золотого в тельца, то есть считают, что деньги как бы являются единственной сущностью мира. Они не далеко уж не от истины, но это же не так. Что все благодаря время, это не некое мистическое учение, что все совершается благодаря деньгам. И мы, если задумываемся на природу денег, деньги всего лишь посредник при обмене одного товара на другой. Правильно. А если дальше пойти додумать? Да, вот я и хочу додумать, я вас не могу. Я не могу. Что такое нет? Я хочу понять сущность товара. До конца. Я хочу понять, да, сущность товара. Что такое товар? Товар, то что такое? Давай вот ответим. Ты можешь ответить? Нет, вещественные трубы. С одной стороны потребность, а с другой стороны не стоит. Ты приложил труб туда. Вложил время, у тебя появился товар. То есть фактически, если мы перепрыгиваем сейчас все эти логические вещи, у нас получается деньги эквивалент жизни. Я настолько уже домечтался во всяких денежных системах, даже начинаю думать, что иногда деньги появляются от того, что одно безделье меняешь на другое. И один труд на другое, одно безделье на другое. Ты лежишь на одном безделье. Я же говорил, типа товар. Ну я понимаю, я просто говорю, что я далеко. Я думаю, что здесь нет проблем. А Игорь, товар-то от безделья не появится. Это вот причина в том, что деньги как бы не привязаны жестко. Просто эмпирический инфаркт по поводу гизельских денег, что достаточно большие количество их применений позволяли добиться в различных отраслях, городках, поселках большого экономического эффекта мощнейшего. В нашей России у нас же не так... За счет стимулирования спроса? Нет, не за счет стимулирования. За счет того, что у тебя появился агент, посредник при обмене товара. Правильно. Просто этот способ стимулировать спрос. Не дешевле деньги. Например, в Швейцарии есть система с третьими деньгами, их там 62 тысячи человек. Но они без демереджа живут. Без этого, без стимулирования спроса. У них эти штуки все равно можно копить. Дело в том, что правильно был стимулированный спрос. И искусственное стимулирование, которое, если его применить глобально, разрушит экономику. Конечно. Посмотри, что получается. Потому что не накопить будет. Мне не нужно что-то на этой неделе. Но я бегу, это покупаю. При этом, значит, если это вести глобально, тогда получится, что огромное количество товаров будет покупаться впрок, куда-то, незачем. И это приведет в следующем итерации, приведет в развал вообще всей экономики. Неадекватность производства. Экономика начнет еще больше производить, когда товары... А здесь у нас происходит сейчас по-другому способу. Не тем, что мы свой практически потраченный труд меняем на товары, которые не нужны, а в том смысле, что нам дают деньги в кредит, в долг, и мы их опять меняем на товары, которые нам не нужны. Вот современная экономика нам так вот стоит. Не, ну как мы... Ну как мы... Непостоянно? То есть, все равно будет плохо. Хорошо не будет. То есть, можно ли придумать себе идеальную... идеальную экономику? Это плохо, потому что у гизеевских денег есть некий изначальный порог или гизеевские деньги они вообще-то неплохие, а усилие от Центробанка Австрии и там и всех остальных просто эти деньги запрещают. Ну мне кажется, можно придумать деньги, что не будет в кредит? Вот знаменитый золотой стандарт, который Ленин там ввел. и стандарт не подходит. Я бы ответил так, что можно, скажем, ввести, допустим, гипотетически ввести, но кризисы будут... Не в дверь, так в окно. В любом случае, когда система экономическая построена на согласовании актов потребления и производства в разных местах, когда они не согласованы, то всегда будет наступать момент... То есть, попытка их согласовать приводит к согласованию. Всегда. То есть, нельзя придумать идеального способа управления. Ну, а смотри, если мало золота, то, наверное, есть какое-то вещество, которое более бы соответствовало современной экономике. Я просто не знаю. Хоть золота, хоть что-то. Да, тем более, что-то мало. Количество золота не играет. Если привязать золото, тогда будет работать... И тогда будет работать марсистская теория, и тогда действительно будет... Общий пирог будут делить. Нет, да. Исплуатирование... У нас есть великая депрессия США. Вот она является причиной того, что считается, что деньги жестко привязали к золоту. Да. Просто, и как мы рекомендуем взаимозачеты, иначе не ждать, когда у них инфляция упадет. А на инфляция не упадет, если кто-то все перешли на бартер, экономика падает, всем плохо. Ну, смотри, если количество денег постоянно константно, более-менее, мало прибавляется золота, то тогда прибыль, как высчитывается? У кого больше прибавилось прибыли, тот откуда ее взял? У кого-то другого должен был взять. Делится один пирог, денег какое-то, ограниченное количество, делится один пирог, кто-то у другого забирает. А если у инфляционной экономики такого нет. Потому что вот эта вот прибавка денег, она просто прибавляется за счет выпуска новых денег. Не, ну если у тебя пирог адекватен товар, тогда... А он никогда не будет адекватен. Да у тебя роста не будет. У тебя не будет роста. То есть мы не можем померить адекватность товара. Это нормально, это будет стабильно, но это будет, роста не будет. И для того, чтобы рост начался, надо сюда, например, как я по два этих примера говорил, с испанским завоеванием Америки и с советской Калифорнии, чтобы у тебя количество денег в экономике выросло. Ведь как Примаков с Масляковым? Он уже не ночью будет помянутый. Страну в 99-м году вытягивали, в 98-м. Они просто увеличили предложение денежной массы. Денег стало больше, и мы уже году 2002-2003 забыли, что такое бартер. А это же какой кобич был всей экономике. Просто не было денег. И это тоже удивительный факт, почему эти экономисты, Млада Гаритаревса и Чубайсец, этого факта не понимали. Они считали, что денег будет мало, от этого инфляция не будет расти, не будут расти цены. Цены росли и при всем при этом, а экономика падала. И вот если бы в этот момент, кстати, есть такой публицист Мухин, он у себя на каком-то там в Кустанае, заводе Ферославов вел деньги, которые люди назвали мудак. Потому что Мухин, а там, по-моему, Донцов был, и все, кто-то еще, сокращенно назвали мудак. И у них тоже экономика разрешала. У них на заводе Ферославов появились внутренние деньги, и у них как-то благодаря этому мудаку люди уложили чрезвычайно. И это вот такой эффективный способ. Я вот хочу понять, вот если у нас действительно вот такие некие формальные самостоятельные единицы внутри экономики страны будут иметь возможность выпускать такие деньги, как произошло в этом перстном колхозе, то экономика задышит, или это приведет к каким-то деструктивным изменениям, что Центробанк готов душить этот заводыш. Или ты и я, мы у нас 5 человек согрешим, мы же можем свои деньги выпустить. Это просто законодательно запрещено, мы можем вот этим с демиренджем вышлить и себе там на чай и собирать. Мы можем раз в списке просто долговую выписать. Это электронные деньги. Будут для государства? Электронные все равно. Там у Гизель Брани они в среду эти марки наклеивают, а теперь автоматически хоп, я тебе в среду с демиренджем. И государство не надо ни налоговой инспекции держать ничего, оно просто получает деньги за счет того, что списывать немножко нолей. А теперь, возвращаясь к предыдущему продлазу, если у тебя электронные, если у тебя карточка, которая списывается, которая учитывается, то это значит система такая, что у тебя производство и потребление согласованы. При этом условии денег уже не нужно. То есть, если ты можешь согласовать все карточки, то тебе ничего не мешает согласовать количество потребленных и количество... А у меня получается, что как раз деньги-то в любом случае нужны. Деньги вот такая странная мистическая штука, что даже несмотря на карточки, списывания, они выступают как о самостоятельном товаре. Вот это нынешняя патологическая ситуация. Я думаю, что рискуют. Откуда вот этот термин появился? И возникло такое не монетаристы, как бы правильно назвать, веру в такого золотого тельца в мистическую силу денег. Мистические деньги, они посмыслуют. Это способ, то что врач кого-то лечит, а ей за это молока наливают, кто корову дует. А вот тут люди считают, что вот этот посредник, он обладает некой субстантной могучной силой, ему можно сделать, отсюда русское понятие «жида» появилось, кстати. Не имеет никакого отношения к евреям. Необладание. объявления. То есть не в качестве денег-то Маркс уже об этом говорил. Но это же как бы понятно, что такое деньги-то. Некое потенциальное как бы... Так вот как они... Нечто потенциальное, что можно реализовать. Как они вот в этом... Почему они в этом факторе оказываются устойчивы? Не, ну подумай, потому что экономики не было с него такого фактора. А если... Если бы не было... нельзя было стать миллиардером, то и не было бы экономики. То есть миллиардер это тот, который готов все закрыть, все что угодно, чтобы было производство. Да, ну... Точно так же ты же можешь владеть этим заводом. Ты можешь владеть беженые, иметь денежные знаки на счету. Ты можешь иметь завод. А, нет. Почему? А, ну... А что я буду... Я буду приходить и говорить, у меня завод там. Мне нужно деньги выложить конкретно в Куршевеле или там на Багамах. Ну, так это... На Куршевеле и Багамах это небольшие деньги. Нет, я же все равно... То есть... Нет, ну яхты... Ну, вот они... Они... Вот сидят люди, там, толпа, из альфа-группы. И они полагают, что им 28 миллиардов дали, это как бы лучше, чем иметь 50% ТНК ВПИ. Не, ну логика какая? У человека есть потребность накоплять. Можно накоплять, как ты говоришь, заводами, пароходами и прочим, а можно накоплять деньгами. Так нет, какая-то... Может быть, эта ситуация, что мы копим деньгами, она неправильная. Потому что... Что значит неправильная? Есть такая потребность есть. Нет, я говорю, ну, честно странно. То есть, вот мир строен вот так. утверждает, что он строить неправильно, это как-то странно. Но он строился на других принципах. Я вот про малышскую ямарку говорил, что его не перечекать. Нет, ну естественно, что где-то локально, то есть, было разные варианты, но тот, который выжил вариант, тот правильный. Так он выжил, потому что он правильный или потому что он в войне победил? Потому что будущее, будущее, на самом деле. Кто победил в войне, тот правильный. Да, будущее нам неизвестно, и мы копим, потому что... Здесь мы до сих пор живы. В чем мы в деньгах копим? Ну, мы могли бы копить, в чем угодно, в чем еще. В деньгах копим, в деньгах, это естественно, естественно. Просто удобнее, удобнее в деньгах. Видите, власть дает, а заводы, что тебе дадут? Стоят у тебя заводы, и ставят заводы, чтобы они зарядятся там. Ну, стоят, стоят, с того, что они зарядятся там. Другое дело, 28 миллиардов долларов, с ними может такие делов не делать вообще? Там завтрак тебе взойдет, как я, и спишет. И это другой вопрос. Буквально позавчера в новостях началась мировая война, и действительно, можно понаблюдать за графиками. Японцы первые начали обгонять американцев в деле печатания валют. Сейчас в центробанке начнут вот эти гонки, кто больше допечатает. Так что... Можно не начнут, но вот тоже не понятно. Система сорвалась уже. В любом случае, сейчас нет политических условий, чтобы ввести хоть что-нибудь единое глобальное. Ну, нет, хоть ты придумал, поэтому фантазировать на эту тему. Ну, я так хочу предложить большим сторонникам всевозможного либерализма. Почему у нас в рамках страны мы не можем переплюнуть Бразилию, и почему у нас большое количество хозяйственных субъектов не имеет права послать такие деньги? А куда... Игорь, а почему это такая работа, вера, что за счет глобальных каких-то денег, или вообще любых какую-то форму денег может дать какую-то проблему? Ну, потому что можно, нельзя. Они производные, понимаешь? Они такие, какие соответствуют вот нашему устройству экономики. Потому что я видел, как с помощью недостатка денег можно убить живое государство. все это проблемы локального времени в пространстве. По поводу обращения денег правильного, может быть, можно что-то улучшить. Это моя версия. То есть, можно, скажем так, ну, как предприятие, то есть, есть десятки предприятий в одной отрасли, да? Кто-то вводит что-то на это предприятие, и ты получаешь локальную выгоду этого предприятия. Ты отбираешь от дружных. В конкретной стране можно улучшить, но глобально. Но если всем дедут, тогда никакой изменить суть денег не получится. То есть, я не думаю, что... Может быть, может быть. Может быть, действительно у них все правы, и у них есть некий глобальный и глобальный дефект, что на уровне деревни они работают, и на уровне этого Кустанайского завода ферма-гинга-склава. Ну, нет, так как естественно, то, пожалуйста, мы можем два, три, четыре человека договориться о чем угодно, о каких моральных качествах... Добрый вечер. Добрый вечер. У нас уже половина нет. О любых позитивных морально-этических качествах максимальных, ну, это два, три человека. Ну, деревня, может быть, коммуна, да? Ну, это вполне естественно. А мир, каков он есть, таков есть. Ну, вот, мафия с командой тоже удалось ЖКХ полностью реформировать какого-то, инициатива одного человека, единственного, всегда одного. Такой маленький городок был. Вот. Энергичного. И на каком-то промежутке времени можно что-то сделать. Ну, по-прежнему остается вопрос, как стоимость отвлекается от этого товара и превращается сама в собственники, идеальный супертовар. Нет, ну, ты считаешь, как понятие или идея отвлекается от сущности. Ну, вот если я возьму понятие стола, у меня стол уже не станет, а там стал. Ну, почему? Совсем. То есть, у меня есть понятие стола, я иду к столеру, излагаю ему понятие стола, и он делает, и пока я иду от этого образа стола до столера, он у меня сохранится видит, это понятие. Не так, это не так. Нет, ну, конечно, не так. Если бы это, да. Игорь, на твой вопрос, наверное, можно ответить так же, как вот мы можем получать естественное удовольствие, а можем шевернуться, там, это тоже, как бы, удовольствие. Вот, только раньше мы в реальном мире реально жили, как бы, ну, нормально считается. А теперь у нас потребность в наркоте. То есть, нам мир уже не нужен. Да, и мы, вводим внимание, вот, показываем, что деньги, это наркота, экономики. Все окружающие, по большому счету, вот эту функцию денег, которая им монетно не присуща, функция накопления, считают нормальной и более того, справедливой. Так вот, это... Не знаю, как это делать. Нет, подожди, допустим, будем накапливать золото, оно тяжелое, его надо прячать. А почему золото-то? Ну, допустим, ну, что-нибудь другое накапливать. Телевизорами будешь хорошо. Это не вращается в термин справедливости. Здесь нет справедливости. Понимаешь, как в биологии рассуждать, вот биоциноз есть, и там говорить, какая-то справедливость. Вот он устроен, вот так. Оно тяжелое. Здесь у нас экономика так встроена, ну, что здесь стоят люди? И вы именно печатаешь. Игорь, мне кажется, что просто, если ты в лесах накапливаешь, в чем угодно, не в деньгах, в чем угодно, ты не сможешь накопить так много, как можно накопить деньгах. То есть, все дело во власти. Так ты здесь понимаешь, что если все люди будут накапливать? Послушай, именно стремление к власти делает деньги тем же, чем... Потому что деньги абсолютно ликвидны, абсолютно. А золото может перестать... Супертолар. Я же тебе говорю, супертолар. Земля может быть перестать... Что они даже не стол, а гораздо лучше, чем стол. Потом представь, вот ты, представь, ты бы владел в России всеми заводными кораблями, там, пароходами и так далее. Но это же все было очень сомнительно, все очень шатко, и ты в любой момент мог половину потерять, треть потерять. Это катастрофа. А если я несколько сундуков Екатерины, или кого-то, или Керенок имею, то я счастлив. Да. Особенно революция случилась, и все это бумага лезла. И японцы объявили, а мы теперь иены вообще будем имитировать так, что никто... Все уже... Что такое триллион, это вообще будет. Как зимбабровский доллар. Вот тоже. Ты тоже сделаешь. Выигрывает-то тот, кто деньги печатает, а не тот, кто их копит. Это же смешно, что люди в России, там, люди 90-х готовых ставили ради 100 долларов на ближнего своего утюг, раскаленный, в то время, как ребята их рядом могли печатать миллиардами. А люди реально верили, что у них вот эта зеленая бумажка, это была суть, это был ненормальный фетишизм. По курсу за такси отдавал доллар, то же самое, что по рублю. Человек благодарил, ему долларом дали. Помните же эту ситуацию, а не рублем. Значит, стимулировал. Да ладно, то есть вот именно, именно. А по ребятам сидят, группа, анонимная группа, никому неизвестная, по большому счету, и что-то там печатает. Ну, я думаю, что если бы не эта группа печатала, а государство она не печатает, по-другому сложилось, ничего бы не изменилось. Ну, вот традиция она такова, что нынешние все банки центральные, они все-таки частные. Они не государственные. Ну, вообще нужно к деньгам вот здесь так, чтобы даже если накапливать, быть готовым их потратить. То есть ты же не просто так их копишь. Все так, все так копят, чтобы потратить. Все готовы потратить. Но цель должна быть, по-моему, такая, что я коплю для того, чтобы потом потратить, а нафига мне просто вот эти бумажки? Или там на компьютере какая-то информация? Когда будет чуть побольше, тогда появится в ней, власть появится. Если в Эббер есть патистантская этика, и другое капитализм, она говорит следующее, что деньги надо копить вне зависимости от того, что ты собираешься потратить. Более того, их надо копить чисто. Патистантская этика, в ближайшем основе своего капитализма, настоящего капитализма. Маркс замечает про манчестерских промышленников. Они приходили каждый вечер, выпивали там, по-моему, на один шивеньки, на один пинту этого пива. И больше никогда, и больше никогда больше. Все ушло, но ушло на патрили. А потом они достаточно тратили уже больше, потому что их... Две пинты. Был, пинту пивали, да, за шивеньки, или что-то еще. Один стакан пива. Все промышленники. И ничего они себе не тратили. А потом стало понятно, что это условие предоставления кредита, а тогда они начали вести роскошную жизнь. То есть, ты ведешь роскошную жизнь, с точки зрения... Ну, это была цель. Что потом вести роскошную жизнь. Чисто, никакого. Сейчас я коплю. Никакого ничего подобного. Профессанская этика говорит, что я коплю просто для того, чтобы копить. Деньги являются выставленным фетишом. А что это роскошную жизнь стали вести потом? Ну, потом уже. Они преследовали эту цель? Нет, нет, нет. Другое поколение. Другое поколение. Матон, ты скажешь. Это до сих пор так. Достоевский издевается над ними, в игроке. Что встречаются они, два молодых человека, прощущих жертвам, он и я, да. Но нужная сумма денег не накоплена. В брак вступить нет никакой возможности. И вот, наконец, через 30 лет он несколько дождает своего жениха со ссохшейся грудью, как он пишет там. Этот тоже у него уже с трудом ходит, у него лысый. И вот, наконец, сумма накопленная и можно вступить в брак. Они эти деньги отложат, самое что смешное, придут в следующем показовлении. Вот она, протестантская этика и дух капитализма. А их потомки потратили в удовольствие. Ну, благую миссию совершили. Это и есть то же, что каждое четвертое поколение семьи ходит в деревянных башмаках. Ну, там, в каждой стране есть такая пословица. Ну, что, одни закладывают, вторые развивают, третьи вступают в свет, начинают шиковать, а четвертое поколение опять ходит в деревянных башмаках. Или ходят в последние бумажки в испанском версии. Ну, вот это, это типа социальный феномен, когда деньги обладают самостоятельным бытием странным. И эти деньги надо копить для того, чтобы копить деньги. Для того, чтобы вести на рост свою жизнь. Для того, чтобы менять на молоко на хлеб. А деньги ради денег. Ну, собственно, немало таких. А, предметы искусства. Тоже. Вот если вдуматься, вот еще. А поскольку постоянно я висю денег, предметы искусства постоянно дорожают. Я думаю, не приносит удовольствие. Потому что деньги часто копают, чтобы в будущем их потратить. Понятно. Ну, я думаю, что... Я считаю, что будущее может быть не обладание ими. То есть, когда за несколько миллионов купили, вот обладание ими приносит удовольствие. Я не думаю, что платят за то, что вот я не могу жить и каждый день должен смотреть. Так это надо, как я говорю, в лугахах это не в туалетах разруха, а в головах разруха. Да, я... Ну, ладно. А какая тут система, видимо, уже не важно. Ну, все, да. Все, да. Субтитры сделал DimaTorzok